Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, как всегда, мы говорим о самых главных и самых интересных новостях в мире футбола, которые обратили на себя внимание на прошедшие недели. И начнем мы, конечно же, с 36-го тура Российской премьер-лиги. Каждый тур Российской премьер-лиги, особенно это касается группы А, где лучшие 8 команд борются и за чемпионство, и за Лигу чемпионов, и место в Лиге Европы, и за Еврокубки, за призовые места, в конце концов, каждый тур приносит какие-то интересные события, которые как-то по-новому заставляют взглянуть на то, что происходит в этой первой восьмерке. Но все-таки есть некоторые тенденции, ну, как принято сейчас говорить модно, тренды, которые вот после возобновления весной чемпионата России, они все-таки обращают на себя внимание. Ну, во-первых, это лидерство «Зенита», которое, несмотря на то, что питерская команда довольно регулярно теряет очки, никуда не девается, а наоборот даже растет. Ну, вот такой вот немножко получается оксимарон. «Зенит» теряет очки и вырывается вперед на финишной прямой, вырывается вперед на пути к чемпионству. Происходит это, конечно же, за счет того, что периодически все те команды, которые так или иначе претендовали на то, чтобы стать главными соперниками питерского «Зенита», регулярно теряют очки так же, как и питерский «Зенит», и делают это еще даже чаще. Вот таким образом, после 34-го тура «Зенит» уже опережает ближайших своих преследователей, армейцев Москвы на 7 очков. Ну, это еще не чемпионство, но трудно себе представить, что должны устроить в своей команде подопечные с «Палетти» для того, чтобы растерять вот это преимущество. Но при этом надо еще кто-то, чтобы из их преследователей регулярно набирал очки, чего, в общем, пока никто похвастаться не может. «Зенит» в прошедшем туре 36-м сыграл в ничью с «Рубином». Ну, довольно сложная игра на сложном поле. Ну, наверное, назвать ее красиво и как-то язык не повернется, но, во всяком случае, там было очень много борьбы. Очень, ну, эта спортивная борьба очень красиво смотрелась с точки зрения, ну, тот, кто любит борьбу, действительно. Вот, в ничью 1-1 «Зенит» открыл счет, «Рубин» сравнял, ну, потом этот матч вот так и докатился до ничейного результата. В общем, «Рубину» это немногое дает, это очко. Они на предпоследнем месте в группе «А» и занимают седьмое место с 58 очками. Напережают «Кубани», который на последнем месте и вряд ли оттуда, наверное, уйдет у «Кубани» 54 очка. И «Рубин», который еще недавно совсем после серии таких удачных игр претендовал на то, чтобы бороться всерьез даже за место в Лиге чемпионов, то есть за второе место, вот теперь оказывается на предпоследнем месте. То есть отрыв, конечно, не то чтобы очень большой от других, и одна-две удачных игр, и поражение конкурентов могут «Казань» вынести поверх, но, честно говоря, пока игра команды Курбана Бердыева не впечатляет, честно говоря, особенно последние игры. Ну да, стараются, как всегда, довольно прилично играют в обороне, но все-таки сказать, что игра команды тянет на то, чтобы оказаться в тройке призеров, на мой взгляд, это не так. Еще один из трендов и характерных особенностей весеннего периода российского чемпионата – это удачная игра «Локомотив». Вот интересно, что, несмотря на то, что «Локомотив» в очередной раз набрал три очка, причем в игре не с кем-нибудь, а с ЦСКА, причем абсолютно по игре, «Локомотив» выиграл, наверное, в какой-то мере помог железнодорожникам быстрый гол, который был забит Романом Павлюченко. Кстати, это первый мяч Романа после возвращения из английской премьер-лиги, вообще он здорово сыграл, и второй мяч был забит после его флангового навеса. Ну вот «Локомотив» абсолютно по делу, забив быстрый гол, они отошли, очень здорово сыграли в обороне, армейцы мало что сделали в атаке, хотя и владели инициативой после забитого «Локомотивом» мяча. Ну и здорово сыграли на контратаке, который с контратакой был забит второй мяч. Абсолютно заслуженных три очка «Локомотив» закрепился на втором месте, опережают они «Московский Спартак» на одно очко, и всего на одно очко отстают уже теперь от ЦСКА, которые в свою очередь на семь отстают от «Зенита». Так что «Локомотив», ну не думаю, что он будет претендовать на золотые медали, я здесь уже все по этому поводу сказал, но а вот ЦСКА при нынешнем состоянии армейцев и при нынешнем состоянии «Локомотива», наверное, будет бороться за место в Лиге чемпионов. И вот на этом фоне удивительным прозвучала, конечно, новость, она не в первый раз появилась, но в этом контексте, когда «Локомотив» играет хорошо, первый раз, что президент клуба Ольга Смородская, вокруг которой очень много всяких скандалов происходит, с именем которой связаны многие не очень приятные события вокруг «Локомотива», которую, прямо скажем, не очень любят болельщики клуба, ветераны клуба и те люди, которые с клубом связаны, многие. Была новость о том, что Ольга Смородская может в конце сезона этого покинуть клуб. Сама Ольга Смородская наотрез отказывается подтвердить это, она говорит, не дождетесь, тем самым подтверждая, что армия тех людей, которых хотелось бы дождаться, довольно приличная. Но на фоне того, когда клуб претендует на Лигу чемпионов, в общем, отставка президента выглядела бы странной. Честно говоря, я вообще не сторонник изменений, ну, серьезных изменений там, где что-то, в общем, неплохо работает. Ну, конечно, имя Ольги Смородской, она такая одиозная, конечно, репутация у нее, так скажем, не имя, а репутация одиозная, но факт остается фактом. Все равно результат московского «Локомотива» пока приличный. Я думаю, что говорить об ее отставке будет уместно именно тогда, когда сезон закончится. Хотя, понятно, что владельцам клуба виднее. Ну, в любом случае, вот победа «Локомотива» в московском дерби на ЦСКА сделала их одним из таких претендентов на серебряные медали и на место в Лиге чемпионов. Там же рядышком совсем «Спартак» московский, который после серии неудач, а в этом весеннем сезоне «Спартак», в весенней части чемпионата «Спартак» еще не побеждал. Это вот первая победа, это второе московское дерби, которое состоялось на прошедшей неделе, и «Спартаковцы» одолели «Динамо» со счетом 1-3. Ну, вот здесь надо сказать о «Динамо». Это третья тенденция весны, это падение «Динамо». Из команды яркой, замечательной, самобытной дружины Сергея Силкина сейчас главные разочарования весеннего периода. Команда не выиграла ни одной игры в весенний период, часто проигрывает. Что-то сломалось в игре «Динамовцев», которые показывали самую яркую, подчеркну, игру на первых этапах чемпионата. Претендовали и на золотые медали в том числе, подбирались к «Зениту» очень близко. Но вот что-то произошло, может быть, не хватило скамейки, может быть, не совсем удачный сбор оказался. Не смогли вот именно на весенние эти матчи выйти в хорошей форме. Но где-то, честно говоря, «Динамовцам» катастрофически не везет еще к тому же. Но, во всяком случае, в матче со «Спартаком» «Динамо» не заслуживало поражения по игре. Вполне прилично играли «Динамовцы». Но вот прямо серия каких-то ошибок собственных, ошибок, иногда просто невезения откровенного, вот привели к тому, что «Динамо» проиграл, да еще с таким счетом, 3-1, обидным для дерби московского. Несколько раз при счете 1-1 у «Динамовцев» были возможности для того, чтобы сравнять, то есть выйти вперед. Один «Кокорин», по-моему, два раза выходил один на один, никак не получалось забить. В итоге пропустили мяч, да еще какой, решающий мяч. Победный в свои ворота забил Кристиан Набо, который совсем недавно перебрался из «Рубина» в «Динамо». И вот такая неприятность с ним произошла. Ну и после этого «Динамовцы», естественно, ринулись отыгрываться, ну и пропустили контратаку, 3-1. В общем, в равной и даже где-то, может быть, игре, где «Динамовцы» превосходили в каких-то компонентах «Спартаковцев». В итоге они проиграли и уже совсем недавно претендент на серебряные, даже на золотые медали оказывается на пятой строчке, 59 очков. Ну, катастрофы еще нет, но то, что «Динамов» весной, его путь в турнирной таблице такой вниз поступательный, это совершенно очевидно. Надо что-то делать клубу, если он собирается все-таки еще навязать борьбу «Спартаково», «Локомотиво», «ЦСКА». Может быть, даже «Анжи», потому что «Анжи» победил и тоже имеет столько же очков сейчас, сколько и «Динамо», по 59 очков у них. Делят они пятое и шестое места. Очень напряженная, очень большая плотность. «Анжи», кстати, победил «Кубань», ну, 2-0. Единственное, что об этом матче скажу, что «Анжи» сумел это сделать без своих двух лидеров сразу. Не играли то, у него перебор карточки был, и не играл Юрий Жирков. То, что «Анжи» даже без своих таких звездных лидеров чувствует себя довольно прилично, ну, во всяком случае, в игре с аутсайдером «Восьмерки», «Кубанью», это на определенные мысли наталкивает. Команда «Гуса Хидинга» одерживает под его руководством вторую победу, еще одно поражение и одна ничья, и продолжает претендовать на какое-то место в даже призовое, или в Кубке Европы уж точно. Так что здесь борьба впереди. Сейчас, наверное, любое поражение или там победа, особенно если серия даже из двух матчей, может просто перевернуть ситуацию в турнирной таблице, особенно то, что касается борьбы за серебряные медали. На мой взгляд, золотые медали практически, судьба золотых медалей практически решена. В следующей части нашей программы мне хотелось бы поговорить о некоторых событиях в нашем футболе, к сожалению, негативных, об этом приходится говорить. Речь пойдет о, ну, просто процветающем расизме, шовинизме и национализме, которое захватило трибуны наших стадионов. В основном это касается столичных стадионов. Вот в следующей части нашей программы об этом и поговорим.